В последнее время в налоговую инспекцию стали обращаться жители города с вопросами, когда пришлют налог на имущество физических лиц за 2016 год, как он будет считаться и насколько увеличится налог. В связи с переходом в Чувашскую республику с 1 января 2016 года на исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, изменился порядок исчисления налога. Если раньше применяли инвентаризационную стоимость объекта недвижимости по данным БТИ, то с 1 января 2016 года исчисление налога на имущество физических лиц будет применяться, исходя от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Кроме этого, при исчислении налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объекта, будут применяться налоговые вычеты из общей площади объекта. То есть не будет исчисляться налог на 20 квадратных метров квартиры, 10 квадратных метров комнаты, это касается комнат в общежитиях, 50 квадратных метров жилого дома. И если это объект, единый недвижимый комплекс, который входит хотя бы в одно жилое помещение или жилой дом, кадастровая стоимость для расчета налога будет уменьшена на 1 миллион рублей. Все, что свыше указанных размеров, подлежит налогообложению. Ознакомиться с информацией о ставках и льготах можно на интернет-сервисе ФНС России. Налоговые ставки в отношении объектов недвижимости для Новочебоксарска означают следующее. Кадастровая стоимость трехкомнатных квартир в большинстве случаев не достигает 3 миллионов рублей. Соответственно, по одной и двухкомнатным квартирам еще меньше. То есть рост налога на имущество физических лиц в сравнении с 2015 годом в большинстве случаев произойдет, но ненамного. При этом налог на имущество физических лиц будет предъявлен не всем. Перечень категории льготников, который был ранее, также сохранен. В настоящее время налоговым органам проводится работа по формированию расчетов за 2016 год. Кроме того, налогоплательщики, которые ранее не получили налоговое уведомление за 2014 и 2015 года, так как сумма налога по ним не превышала 100 рублей, сейчас получат такие уведомления в этом году сразу за три года. 2014, 2015 и 2016 года. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года. Если налоговое уведомление не получено или в уведомлении имеется некорректная информация, требуется разъяснение. По данным вопросам можно обратиться в налоговую инспекцию, кабинет 204 или по телефону 78-44-66. Также в инспекции 12 июля будет проведен семинар для налогоплательщиков, где вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. Начало семинара в 10.30. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.